всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале с вами Айка Эмили и очередной мукбанг сегодня с утра мы с мамой вдвоем стараемся в четыре руки чтоб получился классный мукбанг я хотела сделать завтрак здесь у нас блинчики которые я приготовила сама кстати рецепт вам оставлю в прошлом видео я вам тоже говорил что я рецепт оставлю а потом забыла но сейчас потом когда вспомнила оставила также здесь у нас ленинградские пышки я хотела сделать их меньше размером но они когда при выпечке очень сильно разрослись и стали огромной посыпал немножко сахарной пудрой вот этот десерт я вам показывала в инстаграме увидела вправо решила взять он не очень напоминает тирамису попробуем мне кажется он такой легенький не приторно-сладкий в общем попробуем также у нас здесь глазок яичница мы из деревни привезли столько яиц деревенских и пытаемся быстрее их съесть потому что скоро мы опять едим деревню и не охота эти яйца то приводить в город то из города обратно в деревню поэтому и вовсю с мамой в два рта быстренько едим эти яйца здесь у меня огурчик также вот такие бутерброды с красной рыбкой кстати солили мы ее сами еще здесь у нас мед запивать все это дело буду чаем если вы с собой ничего не взяли то это очень сильная ошибка берите что-то вкусненькое и давайте приступим приятного аппетита вам тоже если вы кушаете верите не верите но я реально очень старалась над этим столом возможно так и не скажешь но действительно я старалась здесь сыр филадельфия черный хлеб и сверху укроп я вообще зелень не очень люблю но в последнее время прям полюбила в этот раз постараюсь не забыть и оставить рецепты потому что когда я захожу в аналитику кулинарного нашего канала который называется айкок мне реально искренне становится очень стыдно вот мы 7 месяцев туда ничего не снимаем но 7 месяцев подряд стабильно этот канал приносит доход вот очень хороший доход ну как хороший учитывая что мы ничего не делаем просто 7 месяцев там видео крутятся они постоянно попадают в рекомендации вот рецепт из этих блинчиков если не ошибаюсь набрал 2 миллиона к примеру если ничего не буду снимать на этот канал максимум там два-три месяца и все не будет дохода а кулинарный канал с финансовой точки зрения очень выгодный поэтому если у вас есть желание открыть кулинарный канал я думаю что это очень крутая идея откройте закупитесь рекламой если вы знаете какие-то языки лучше конечно не на русском знаете английский шикарно снимайте рецепты на английском или живете в азербайджане на азербайджанском в азербайджане вообще эти кулинарные каналы прям взрывают ну это так чисто совет от подружки очень вкусные бутерброда прям шикарные вот на мой бумажный канал как только я начинаю редко снимать так сразу там просмотры падают например я снимаю с большим интервалом например через две недели там не знаю через 20 дней тогда уже на видео мало просмотров где вообще канал сам оседает очень жестко на кулинарный канал такого абсолютно нет потому что нет такого что ваши зрители например вы набрали на кулинарном канале 200000 подписчиков нету такого что зрители прям сидят и ждут от вас новое видео просто в гугле убивают рецепт который им нужен и вы в рекомендации попадаете абсолютно не знакомым родомным людям так что это заставляет задуматься вчера ходила к ювелиру наконец-то починила свои сережки с висюлькой с бабочкой помните я вам про них рассказывала что сзади я вставила силиконовую заглушку потом она затвердела со временем я ее не могла снять потом мама щипчиками пыталась отрезать силиконовую заглушку и на одном ухе получилось действительно а на втором к сожалению вместе с силиконовой заглушкой мама также отрезала цепочку то есть изделие было испорчено видимо когда изделие порвалось несколько деталей тоже выпало и потом когда он паял изделия там тоже две детали отошли и так получилось что одна сережка длинная другая короткая это смотрится не могу сказать что ужасно но смотрится по дурацки честно плюс еще место где паяли прям явно видно хотя это в таком месте что это видно не будет при носке но во мне играет какой-то перфекционист и вот когда я вижу это изделие мне уже прям не хочется его носить как-то не знаю не нравится я думаю может сдать на лом и купить точно такое же новое потому что сережки так то недорогие у меня вот такое бывает однажды был такой с телефоном мне папа купил tab samsung tab 3 такой знаете большой телефон с огромным экраном это планшет и телефон в одном но стоил такой телефон недорого в общем когда мне его купили я была безумно просто рада настолько я была рада и парень моей подруги подарил мне чехол на этот телефон и в общем на чехле были стразы они отвалились я решила супер моментом 3 секунды эти стразы обратно приклеить на телефон но я не учла один момент я начала клеить стразы на чехол когда телефон находился в чехле и в общем этот клей затек между телефоном и чехлом потом я чехол не могла отодрать от телефона но в конце общими усилиями я как-то его отодрала но телефон был просто новый я его настолько любила вот прям знаете обожала этот телефон и вы представьте в миг он весь в царапинах стал весь в клею где-то краска сошла где-то остались краски кусочки краски от чехла и вы знаете меня жизнь не учит потому что до этого была ситуация когда я приклеила свою зарядку от телефона и так получилось что я залил ее прямо в телефон и в общем зарядка не отходила от телефона в общем не знаю как вам объяснить это все дело как брат угорал надо мной просто его невозможно было остановить папа меня успокаивал что в принципе телефон работает что ты переживаешь внешний вид не на столь важен но мне реально так обидно было мне было так неприятно от того что новый телефон который я просто обожаю он превратился в такой вид мне прям раздражал смех брата который говорил да ты не снимай этот чехол по жизни находи с этим чехлом он же уже приклеен а я надеялась его отодрать отодрать так чтобы не осталось следов но естественно не получилось просто до меня не дошло что нужно снять чехол с телефона постелить что-то под и начать по одному клеить стразы если вдруг что-то произойдет максимум я испорчу чехол но я же самая умная я подумал что ничего не произойдет я сейчас аккуратненько капельку сюда капельку туда ну вот я где-то год ходила с этим телефоном и весь этот год я прямо этот телефон ненавидела честно вам могу сказать я понимаю что это мой косяк никто в этом не виноват но я не знаю вот то же самое что у меня с сережками я когда открываю шкатулку все такие классные изделия без никаких царапин в прекрасном состоянии и эти сережки такие висят одна короткая другая длинная я их даже убрала от глаз подальше в другую коробочку у меня такая маленькая коробочка была убрала туда так что вот такие вот дела смотрите какие желтые яйца недавно недавно в инстаграме наткнулась на видео и там кореянка есть варенные яйца и с такой скоростью она просто не жует их она просто их глотает вроде смотришь такая худенькая хрупкая но с такой скоростью она где-то штуки двадцать может съела но это были вареные потом наткнулась на видео где где кореянка ест зародыши или как правильно они называются в общем ужас какой-то был такие вещи я смотреть не могу я мукбанки смотрю только то что я сама кушаю я сразу выключаю там совсем когда какой-то трэш вкусно я ожидала что десерт будет неприторно сладкий но на самом деле он очень даже сладкий я поэтому тортики не очень люблю потому что их готовят очень сладкими зачем не понимаю вкусно мои фирменные блинчики здесь у нас мед вот вчера пошла закупаться всем необходимым мы где-то через пять дней наверное едем в деревню хотим купить туда новый утюг духовку чтобы готовить пиццу я хочу купить себе лампу чтобы я могла спокойно рисовать и не таскать эту лампу хотя можно эту отвести у этой лампы какой-то фетиш возможно меня смотрят мастера ногтевого сервиса в общем с этой лампой какой трэш происходит наверное делаю все в лампочке которая внутри просто возможно вы мне поможете девчонки которые этим занимаются и разбираются в этом в чем суть заключается когда я включаю эту лампу у меня гель твердеет хотя раньше все было ок то есть тут дело абсолютно не в том что я как бы гель держу рядом с ультрафиолетовой лампой нет я заметила что гель твердеет именно от освещения то есть у меня лампы находятся вообще далеко гель вообще в другой стране потому что уже который раз это происходит я замечаю что кисточка которая была немножко грязная в геле она стала твердой и все после каждого раза мне приходится выбрасывать кисточки я начала замечать что это все делает лампа то есть там какая-то лампочка может ли такое быть или я сама себе это придумала просто вы знаете уже настолько далеко у меня ультрафиолетовая лампа я не понимаю как ее лучи дошли до геля который находится на другой части стола а вот лампа она как раз таки светит туда не знаю как решить эту проблему на самом деле возможно ли такое но я прям чувствую что это возможно причем я не сразу это понимала сначала я думала что я наверное как-то не углядела и моя лампа где я сушу ногти ультрафиолетовая лампа как-то засветилась на кисточку возможно как-то в последнее время я вообще сделала так что это вообще невозможно но все равно в конце работы я замечаю что кисточка просто крепкая как как не знаю железо какие вкусные пышки завтрак завтрак у меня такой шикарный но ногти я прям обожаю делать если бы наверное не youtube я бы пошла бы на какие-то курсы повысила бы квалификацию и прям с удовольствием занималась по ноготочками сока девчонок прямо на дому делает девочки я просто обожралась было все очень вкусно постараюсь не забыть и оставить рецепты вы обязательно пишите комментарии всех люблю целую с вами была Айка пока